Субтитры предоставил DimaTorzok Центр поддержки экспорта на 50% больше, чем за 11 месяцев прошлого года. Торговыми партнерами предприятий республики стали контрагенты из Казахстана, Киргизии, США, Германии, Швейцарии и других. По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргариты Болочевой, по выходу местных производителей на внешние рынки план превышен на 79%, а по сумме контрактов в 2,5 раза. Всего за 11 месяцев года Центр поддержки экспорта оказал более 3000 различных услуг. Получателями стали 880 представителей МСП. В Башкортостане создадут шестой по счету негосударственный пансионат для пожилых и инвалидов. Концессионное соглашение подписали сегодня региональные Минтруда и ОНО «Доверие Кушнаренкова». Объем инвестиций оценивается в 20 миллионов рублей. 8 из них – собственные средства, 6 миллионов – заемные и еще столько же сумма привлеченного гранта. Пансионат появится в селе Канлы Кушнаренковского района и будет рассчитан на 36 койко-мест. Из них 23 – государственные, 13 будут реализовывать на коммерческой основе. Под новый соцобъект задействуют здание ранее закрытой школы. В течение ближайших двух лет его реконструируют и построят дополнительный корпус, в результате чего площадь строения увеличится почти вдвое – до 780 квадратов. Пансионат будет адаптирован под проживание и реабилитацию маломобильных граждан. Мы за основу взяли проекты, которые функционируют в Москве, которые курирует Нюта Фидельмессер. Там есть такие моменты, как, допустим, для лежачих больных выездная площадка прямо с комнаты, то есть на террасу. То есть везде индивидуальный подход, то есть люди, те, которые абсолютно лежат, могут на прогулку уезжать прямо на своих кроватях. Аналогичный проект «Инвестор» уже реализует в селе Шарипово Кушнаренковского района. Еще два пансионата в Гафурийском районе запустила автономное НКО «Родник добра». Одно соцучреждение работает уже пять лет в Иглинском районе. В общей сложности они рассчитаны на 110 мест. Создано 50 рабочих мест. Совокупный объем инвестиций составил 30 миллионов рублей. Если бы государству пришлось строить эти 110, вернее так, объекты на 110 койко-мест, то нам бы пришлось потратить более 700 миллионов рублей. Таким образом, это чистая экономия от заключения концессии. И еще особенность концессии в том, что в конечном итоге по окончании действия концессионного соглашения объект остается в собственности государства. Весной следующего года начнет работу пятый пансионат, расположенный в Иглинском районе и рассчитанный на 22 койко-места. Планируется создать 10 рабочих мест. Объем инвестиций в проект составит без малого 10 миллионов рублей. 116 миллионов рублей в этом году выделили из республиканского бюджета на поддержку садовых товариществ. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минсельхоза Республики Ильшат Фазарахманов. 66,5 миллионов направили на ремонт подъездных путей. Это позволило привести в порядок 10 автомобильных дорог, которые обеспечивают доступ к 80 СНТ. При этом одним из наиболее сложных вопросов для садоводов стало подтверждение затрат выполненных работ. Правительство республики приняло решение дополнительно компенсировать им 90% затрат, связанных с оформлением документов. Еще 49 миллионов направили на установку 2,5 тысяч электрических счетчиков в 17 садовых товариществах. Все они в следующем году перейдут на баланс электросетевых организаций. С 2021 по 2023 годы в рамках инвестпрограммы этих территориальных сетевых организаций будет заложено уже средства на модернизацию инфраструктуры, энергоснабжения, трансформаторы, линии электропередач. На каждый потраченный рубль бюджета, то, что мы видим сегодня в инвестпрограмме, будет 3 рубля дополнительная с инвестпрограммой. Серьезно? Поэтому заявки дополнительно на 53 миллиона рублей, часть денег, которые сегодня у нас не хватило, они переходят на следующий год, здесь мы начинаем работать. По итогу модернизации в СНТ начнут работу сетевые организации, которые будут отвечать за надежность и бесперебойную подачу электроснабжения. С 31 декабря по 10 января в Башкортостане введут особый противопожарный режим. Инициативу председателя Госкомитета Республики ПЧС Фарита Гумерова поддержал глава республики. Он отметил, что это позволит сократить число жертв. Помимо этого, с 30 декабря по 9 января во всех муниципалитетах будут проводиться профилактика пожаров. Такой формат работы местных властей и экстренных служб в прошлые годы позволил сократить смертность от пожаров в новогодние праздники в два раза. Ради Хабиров поручил главам администрации обратить особое внимание на неблагополучные семьи с детьми. Уважаемые главы, не надо самим ходить ночью, не находитесь, но у вас есть службы. Если видите где-то неблагополучную семью, все вы это знаете, лучше подумайте, что делать, чтобы дети не погибли после новогодних дней. Я особо буду спрашивать за эти ситуации, буду видеть недоработку. На прошлой неделе в Башкортостане произошло 150 пожаров. 9 человек спасти не удалось. Всего с начала этого года в огне погибли 225 человек. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Башкортостан в этом году экспортировал более 80 тысяч рождественских деревьев. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по республике. 60 тысяч елок отправились в более чем 20 регионов страны, 21 тысяча в Казахстан. Еще 7,5 тысяч заготовили для реализации на внутреннем рынке республики. Основными поставщиками стали Белорецкие и Мечетлинские районы. Наибольшая часть была отправлена в Краснодарский край, Ростовская область, Челябинская, Оренбургская области, Республика Крым и Донецкая Народная Республика. Всего оформлено 21 фитосанитарный сертификат и 92 карантинных сертификатов. Для сравнения, в прошлом году в Башкортостане заготовили 53 тысячи рождественских деревьев. Львиная доля отправилась по регионам России, 2 тысячи экспортировали в Казахстан. Еще 11 тысяч елок реализовали в республике. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.